Я буду говорить об идиллическом образе микрорайона, потому что вообще вот эти наши окраинные районы, они же устроены на основе микрорайонной планировки, а эта концепция, она продолжает, в общем-то, идею города-сада. И архитекторы, и планировщики, которые в конце 50-х, начале 60-х годов все это придумывали и начинали строить, они были абсолютно уверены в том, что они делают идиллию, а вовсе не такую вот среду, склонную к деградации. Я бы хотела начать с небольшого видео, с фрагмента фильма 61-го года, который называется «Взрослые дети». И вы сейчас увидите одного из главных героев, молодого архитектора. Что же это будет? Дворец культуры. Ясля. Простите. Ясля, Бориславович, это целый город. Это все Ясля. Чтобы хватило веса всем детям. Ну да, да, да. Так, 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 так. Это интересно. Продолжайте. Понимаете, Бориславович, Простите. Я хочу, чтобы все, что придумано человечеством для удобной жизни, чтобы все было сконцентрировано в этом квартале. Я хочу, чтобы это был самый удобный квартал в мире. Во Вселенной. КОНЕЦ СИГНАЛИЗАЦИИ Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok То, что придумано человечеством, самый лучший квартал в мире То есть абсолютное восприятие мира как единого пространства И человечества как чего-то устремленного к единому представлению о благе Что такое все лучшее Ну и немножко космос отозвался, потому что вы вселенная Все-таки в центре этого счастья находится ясли Куда почему-то несут младенца весьма немолодые люди Это, собственно, теща и тесть архитектора Младенца нужно пристроить в ясли, потому что жена архитектора тоже архитектор И они хотят работать и не возиться с младенцем А когда вот эти родители жены уезжают в дом отдыха Молодая мать оказывается не в состоянии, значит, не убрать квартиру, не сварить кашу Значит, муж ее ругает Они говорят, ты вообще, ну, как бы сам должен тоже все это уметь И то, что ты не умеешь, это так же плохо Но дальше она бросается у младенца в коляске на улице И идет делать прическу в салон красоты И это уже, конечно, ужасное такое прегрешение Ну, в общем, речь идет о том, что абсолютно изменился образ жизни Да, что не работают никакие привычки И что единственное, вот благодаря чему эти молодые люди могут выжить Пока еще не создана эта прекрасная инфраструктура С небесными сказочными этими нянями в яслях Вот там, когда одна из них несла уже младенца Внутри ясля, там еще появились такие бутылочки На одной написано молоко, на другой кисель Это, конечно, отсылка вот к этому сказочному образу Молочные реки в кисельных берегах То есть есть, конечно, значительная довольно ирония Над вот этой вот фантазией Но это выжить они могут только потому, что есть старшее поколение Которое еще умеет жить более традиционным способом Но о котором советская власть Которая тут, правда, никак не упоминается Все-таки предоставила пенсию И они свободны Иначе это не работает никак Значит, прежде всего Вот эта вот идея микрорайонов И районов нового типа Оснащенных полной инфраструктурой Значит, она не является советским изобретением Как вы понимаете Она международная И ее так довольно детально начали разрабатывать в послевоенной Европе Причем преимущественно в западных странах А именно в тех, где строилось Где у власти были социал-демократы И где строилось вот то, что потом стали называть общество всеобщего-глагоденского Или всеобщей социальной поддержки То есть вот эта вот социальная поддержка, которую мы видим в этом нашем ролике Я в нашем советском фильме Она как бы вот реализуется как раз в частности в Нидерландах И вот брошюра, которая пропагандирует пока еще только идею микрорайона Еще без каких-то конкретных планов Просто концепт Называется «Мы и понятие микрорайон» 48-й год Вот я тут скопировала фрагмент перевода того, что там Тексты, которые там в центре Значит, начинается с чего «Мы не должны допустить хаос» Вот это очень интересно Что эта структура микрорайона, она должна предотвратить хаос Но вообще-то исправить его Потому что понятно, что речь идет о восстановлении разрушенных войной городов В том числе о жилье, естественно И еще все-таки на более высоком уровне Вот это послевоенное решительное обращение к другой модели архитектуры и градостроительства Которое произошло в том мире, который находился вне зоны советского влияния Вот у этих европейских стран и остальных Это желание разрыва с прошлым То есть это реакция на войну как предельный показатель порочности предшествующей модели Но, собственно говоря, то же самое Очень похоже было после Первой мировой войны Когда, собственно, и появилась современная архитектура, архитектура модернизма Это была именно реакция на Первую мировую войну Как предельный кризис всей традиционной системы Дальше что тут написано? Значит, поэтому обществу необходимо разделить на отдельные единицы И создать в каждом микрорайоне отдельную инфраструктуру В центре четко разграниченных микрорайонов должна стоять семья и домашний очаг Значит, вот эта вот единица, вокруг которой все это организуется, это семья Кроме того, должна быть установлена взаимосвязь между городом, страной, страной и миром То есть семья, микрорайон, район, город, страна и мир Да, такие вот взаимосвязанные системы И микрорайон это то, что помогает человеку чувствовать себя целью вот этого вот грандиозного целого Так же, как наш архитектор говорит Да, мой микрорайон, мой квартал будет лучшим во всей Вселенной Однако, основное внимание мы должны уделить микрорайону и городскому району Поскольку это единицы человеческого общества Которые находятся в поле зрения отдельного человека И в которых он может сам состоять То есть акцент тут делается именно на человеческое сообщество И на структуру такого масштаба, с которой может реально взаимодействовать И в которой может свободно ориентироваться в повседневной своей практике отдельный человек Обычный человек И вот тут довольно большая разница между западным и советским подходом Который все-таки изначально был таким более патерналистским И вот при голландском подходе важно, что вот эти микрорайоны, они еще индивидуальные Они отличаются друг от друга А для советской системы микрорайонов важно предоставить всем одинаковые условия Ну вот, я уже немножко затронула эту тему Я очень люблю показывать этот разворот из английской брошюры «Времен войны» Брошюра, которая обращена но и к архитекторам, но и к широкой публике Что аэроплан, точнее говоря, бомбардировщик дал нам новый шанс на самом деле Вот центры наших городов разбомблены Поэтому у нас появилась возможность перестроить все по-новому и хорошо Вот это такая вот удивительная способность архитекторов Видеть благо в разрушении очень характерна как раз для вот этой эпохи модернизма Потому что модернизм по своей природе, да, он спотреблен в будущее И не любит оглядываться на прошлое В Советском Союзе, как вы прекрасно знаете Первое послевоенное десятилетие господствовала совершенно иная концепция Противоположная Там совершенно не хотели порвать с прошлым Потому что Советский Союз, да, ощущая себя победителем Видел в этой победе подтверждение правильности своего пути Поэтому, естественно, было бы продолжать все то, что происходило до войны Но, может быть, на новом уровне Ну, с одной стороны, это такая, да, официальная повестка Это руководящие указания Но вполне возможно, что это поддерживалось Ну, есть свидетельство, что это поддерживалось и человеческими чувствами Но здесь я не стала показывать видео Просто поставила кадр из фильма 43-го года То есть снятого посреди войны Кадр очень такой, очень популярного, важного фильма «Жди меня» О том, как жена ждет ушедшего на войну мужа И дожидается его живого, как ни странно После того, как он пропал И, в общем, все считали, что он погиб И она архитектор Вот эта Лиза Жена, которая ждет своего любимого Она архитектор И вот в какой-то момент Еще до того, как она с ним снова встречается Она вот год сидела в каком-то городе Куда была эвакуирована На заводе И вот она решила поехать куда-то дальше Восстанавливать разрушенные города Снова работать по специальности Она прощается там с какой-то тетей Машей Сотрудницей И говорит ей в этом кадре то, что Когда я училась в институте Я хотела строить что-то новое Необыкновенное, небывалое Делать все по-другому Но сейчас, когда я вижу разбитые Когда я смотрю на разбитые дома Мне хочется назло немцам построить Именно так, как было То есть вот это совершенно тоже понятное чувство Как-то восполнить именно разрушенное Потому что слишком велика травма Слишком невыносимо сознание того, что так много разрушено врагом То есть Западная Европа в какой-то мере Видит войну как результат какой-то своей неправильности В Советском Союзе совершенно четко идентифицирован враг Все разрушения врагом Значит мы будем делать как раньше И вот первые эти проекты восстановления Ну понятно, что там были всякие грандиозные Но я просто покажу, что происходило в Москве Мы все-таки говорим в основном о благоустройстве Вот это панорамы улицы Горького и охотного ряда довоенные И важно, что тут все растут липы В 49 году понятно, что войну все эти деревья не пережили Срублены, использованы как топливо, еще какие-то нужды В 49 году вот это очень был важный знак Возвращение столицы к какой-то нормальной жизни Вновь были посажены деревья в центре города А это новое строительство Вы видите на рисунке в левом верхнем углу Край высотного здания МГУ То есть это на Ленинских горах на юго-западе Новые районы И вы видите, что это квартальная планировка То есть это та типология, которая была внедрена Генеральный план реконструкции Москвы 1935 года Вот эти советские кварталы с большими дворами И справа вы видите один из лучших, наиболее благоустроенных дворов Там с клумбами, фонтанчиком, статуей, вазонами с цветами И так, с лавочками, естественно Но надо понимать, что это дом генеральский Что вот и, собственно, сами эти дома В основном предназначались для каких-то привилегированных слоев советского общества Или же заселялись коммунально Ну и, кроме того, в очень многих случаях И внутри дворов, или совсем рядом Были самые такие лачуги, совершенно неблагоустроенные территории Почему? Потому что вообще вся вот эта концепция Генплана 1935 года и застройка, которая шла по нему И по его скорректированным вариантам после войны Она была нацелена в основном на создание образа Образа столицы, великолепной столицы Великого Советского Союза То есть если созданы какие-то фрагменты По главным магистралям, по центральным площадям Это все можно снимать кино Это можно транслировать как бы на всю страну И понятно, что не хватает ресурсов на все Но это уже, ну как бы, с этим приходится мириться Ну как бы до времени Да, и вот это И у нас, да, вот это вот Желание и решимость расстаться с прошлым И отмежеваться от него, конечно, возникло после смерти Сталина И архитектурно-строительная реформа Строительная реформа была частью политики десталинизации И какие-то первые намеки начинаются еще до того, как Хрущев утвердился у власти Но он, собственно, начал Да, вы же знаете, что вот эти постановления о борьбе с излишествами О переходе к индустриальному домостроению Они предшествовали 20-му съезду партии И открытому, ну, и то относительно открытому обличению Сталина И вот когда оттепель начинается, да, реальной новой архитектуры нет И даже та, которая есть, да, то есть это конструктивизм 20-х годов Во-первых, это еще плохо выглядит Во-вторых, еще не произошел тот поворот в мозгах Который позволит признать снова, что это было хорошо То есть это внутри профессионального сообщества Только в конце 50-х годов начинает вспоминаться А в широкое публичное поле обсуждения Вот эта архитектура авангарда Она выходит в середине 60-х По мере приближения 50-летия революции Значит, под такой маркой архитектуры революционных лет И я поставила здесь два образа, созданных одним архитектором Юлией Марентом Но в одном случае это, естественно, не его проект Это его акварель, совершенно молодой архитектор Пишет пейзаж Ну что там, у Красных ворот, наверное, да, это высотное здание Одна из московских высоток Ну, по живописи, по настроению Это, конечно, пейзаж оттепеля Да, и по цветовой гамме, и по такой размытости Настоящий такой правильный соцреализм никогда бы этого не допустил То есть, действительно, культура оттепеля уже здесь Политика оттепеля уже здесь Архитектуры еще нет И как неудивительно для нас Как раз вот эти вот новопостроенные высотные здания Хотя, да, Хрущев же именно нападал конкретно на гостиницу Ленинградская И на высотный дом, по-моему, как раз у Красных ворот Конкретно нападал на них, на их архитекторов Велел их отобрать все, значит, их сталинские премии и так далее Вот именно эта новая архитектура воспринимается как архитектура нового времени Архитектура вот этой счастливой, как бы освободившейся от страха Москвы Но это 57-й год, в 59-м году, значит, Арендт проектирует гостиницу «Юность» Одно из первых таких ярко оттепельных сооружений, реализованных Метро «Спортивная» И это абсолютно модернистская вещь Вот очень скромная, подчеркнуто, да, скромная, недорогая И абсолютно современная, которая была встречена, нам же трудно себе представить С каким восторгом и с каким облегчением Что вот это вот, это новая, это современность Значит, что произошло между 57-м и 59-м годом? Там было много всяких инструментов, которые позволили советской архитектуре И заставили ее, вынудили ее переключиться, да, вот с такой историзирующей архитектурой Сталинского 20-летия на Нандернистскую Но в том, что касается архитектуры жилья и устройства жилых районов Важнейшим событием был Конгресс Международного союза архитекторов Это была организация, созданная послевоенной И советские архитекторы там с самого начала очень активно участвовали И вот пятый Конгресс произошел в Москве И это действительно было тоже таким грандиозным событием Чуть менее заметным, наверное, чем фестиваль молодежи и студентов в 57-м Чем американская выставка в 59-м Но для архитектурной профессии принципиально важно И, кстати, большая часть делегаций жили в гостинице Украина То есть в одной высотке Основные заседания происходили в главном здании МГУ То есть, опять же, вот это все, да Но при этом, естественно, там читались доклады, там обсуждались И потом участников иностранной делегации расспрашивали об их впечатлениях о Москве И я вот недавно читала в архиве доклад ленинградских архитекторов Которые были на этом Конгрессе вернулись к себе в Ленинград И уже широкой ленинградской архитектурной общественности рассказывают, что там происходило И, в частности, они говорят, что зарубежные архитекторы были очень удивлены новым московским строительством Его несообразностью Вот, больше там, конечно, никто ничего не говорит, но понятно И на этом же проекте, собственно, очень большая часть национальных делегаций Особенно, конечно, европейских, то есть тех стран, которые поправлялись после войны Показывали свои опыты в индустриальном домостроении и, соответственно, в проектировании этих микрорайонов И излагая вот эти доклады, там показывая какие-то разные решения Значит, там был один такой довольно примечательный вывод Значит, что почему обратились к индустриальному домостроению? Потому что нужно очень быстро построить очень много Просто нету столько кирпича и черепицы Нету столько глины А вот эти бетонные блоки производятся быстрее Для них есть материал, потому что это в основном песок и известь И там какое-то количество металла А металл освободился после сворачивания производства вооружения И, кроме того, там большая часть рабочих могут быть неквалифицированными Это общие факторы, которые предопределили выбор в пользу панельного домостроения Но все эти же зарубежные архитекторы отмечали, что получается не дешевле традиционных домов Или незначительно дешевле И это весьма важно, потому что Хрущев, объявляя вот эту программу индустриального затернера Был уверен в том, что это будет гораздо дешевле И требовал от архитекторов, чтобы они сделали это гораздо дешевле Это, естественно, стало возможно только за счет потери качества Ну вот в рамках того же конгресса происходили разные выставки В том числе очень большие книжные выставки То есть пришла новая профессиональная литература Новая профессиональная информация Книги эти и выставочные материалы остались в Союзе Потом были распределены, как-то циркулировали по Союзу архитекторов По домам архитекторов И, конечно, помогли А вот это вот спустя несколько лет Начало 60-х и 67-й год Это как бы новые образы Советского Союза Но они не связаны, конечно, впрямую с архитектурой То есть слева манекенщицы демонстрируют наряды на Красной площади На фоне новенькой Волги Справа вообще выступают ленинградские мюзик-холлы, танцовщицы Но важно, что Советский Союз в этот период Очень стремится к единству с остальным миром То есть там не то, чтобы холодная война замерла Но все-таки она сильно смягчилась И была найдена эта формула мирного соревнования И, в общем-то, даже те люди, которые не верили в обещания коммунизма А все-таки архитекторы в основном люди настолько наивные, чтобы в такие вещи верить Они, тем не менее, видели, что ситуация меняется к лучшему И надеялись, что в конце концов все будут жить в мире И примерно одинаково И тогда казалось, что это очень хорошо Ну, понятно, что образ Запада был сильнейшим образом идеализирован И, конечно, важнейший такой элемент оттепеля Это позволение советскому человеку чувствовать себя потребителем Потому что вообще-то, по крайней мере, после НЭПовских времен Ну, или даже в эпоху НЭПа Настоящий советский человек должен презирать все быт и все материальное Да, там вот этот сталинский консервативный поворот Он все равно был страшно лицемерен Потому что, ну, как бы не положено было обращать на это внимание Вот, а тут действительно начинает развиваться легкая промышленность Изменяется система торговли Понятно, что это все, конечно, бесконечно далеко от стран с рыночной экономикой Где все это регулировалось гораздо лучше Но важно, что это, ну, как бы уже хорошо Уже хорошо-хорошо деваться Не возбраняется иметь какие-то хорошие, приятные вещи Там, не знаю, радиоприемники или что-то еще И, конечно, важную роль в этом сыграл не столько Хрущев Вот, Хрущев периодически говорил вроде что-то такое Как это странно, уже столько лет, столько десятилетий назад была революция А люди все еще живут хуже, чем рабочие в его детстве Да, потому что он вырос в рабочей среде Но уровень благосостояния там был не такой уж плохой, там, где он жил Вот, но настоящим, конечно, потребителем был Леонид Ильич Брежнев Который еще до того, как отстранил Хрущева и стал генеральным секретарем Тоже оказывал какое-то влияние И, в частности, он участвовал вот во всяких международных контактах Вот здесь он такой абсолютно счастливый И очень так свободно себя чувствуя прогуливается по городу Хельсинки В компании президента Кекканина Ну и вот задача очень понятная, действительно, реально, очень важная И как бы всеми разделяемая Критика, любая критика вот этого массового домостроения Начинает звучать лет через семь после его начала До того все просто в невероятном восторге от того, что это все так движется И что скоро у многих-многих-многих людей будет отдельная квартира А может быть потом и у всех семей И несмотря на все вот эти рычаги, которые были у советского государства По сдерживанию внутренней миграции По пропискам и так далее Все равно, во-первых, была очень быстрая урбанизация в это время В деревне жить все еще было очень тяжело И при любой возможности люди стремились идти в города И, как и сейчас, ну, это было как бы гораздо сложнее Поэтому происходило медленнее, но все равно стремились в Москву Потому что уровень жизни в Москве, естественно, был выше, чем в других местах Значит, происходит стремительный рост территории Вот эта схема 1958 года, она... Нет генплана, да, Сталинский еще не готов Новый еще не разработали Потому что надо же учесть все Новый генплан официально будет принят только в 1971 году Но с 1961, по крайней мере, будут там какие-то приняты основные направления А здесь просто определены места застройки И справа мы видим уже вот эту гигантскую Москву очерченную Новой границей, кольцевой автодорогой Которую в 1961 году построили И уже вот эти пятна распространяются вокруг нее Вот обратите внимание на графику левой схемы Видите, вот графика цвета А вот это западная продукция Городстроительный анализ Лондона и Нью-Йорка Рост этих городов Это довоенная, это конец 30-х годов Книга вышла в Лондоне И сама эта графика разработана институтом Айзотайп А его руководитель Отто Нойрод в начале 30-х уже успел пожить в Советском Союзе, в Москве И обучить вот этой новой системе графического анализа данных В том числе топографическому новому языку советских коллег И мы, естественно, все равно, несмотря на железный занавес Несмотря на то, что 10 лет была другая политика Мы все равно все-таки Ну, мы в смысле архитектурное сообщество, по крайней мере, там руководители Были в курсе того, чем занимаются западные коллеги Советская делегация участвовала и в программе ООН Хабитат Вот здесь я показываю там какие-то И в конгрессах СИАМ, Международного конгресса современной архитектуры И, как я уже говорила, в деятельности Международного союза архитекторов Поэтому, когда была дана команда, что вот мы переходим к индустриальному домостроению В общем-то, сориентировались довольно быстро И действительно, мы оказались как бы на одном поле со многими странами В том числе и с теми, с которыми в тот момент были хорошие отношения Ну, вот здесь Франция, например, вот этот буклет Это разворот из рекламного буклета нового района Фермини-Верт В проектировании которого принимал участие Ле Корбезье И показывает счастливое французское семейство Папа, мама, сын и такса Покидают грязный, старый, задымленный, запутанный, обетшалый город И переезжают в новый район, где просторно, зелено, много солнца, чисто Ну, и потом там в других, значит, страницах сообщаются, какие там есть, значит, благо экосоциальной инфраструктуры Параллельно что происходит, параллельно возвращается Ну, поскольку надо строить тоже, на Западе тоже надо строить много, быстро и дешево К идее, existence minimum, да, то есть минимальные размеры пространства В которых может функционировать человек Просто сколько места занимает человеческая фигура, когда совершает какие-то бытовые движения Принимает какие-то привычные позы И, сходя из этого пространства, минимизируется Ну, вот французы минимизировали вот до того, как на левой картинке А советские архитекторы до того, как на правой картинке И тут вот на этих четырех фазах написано, как можно ставить, по-разному двигать мебель Зонируя однокомнатную квартиру по мере роста ребенка Причем в первых экспериментальных кварталах, в первых экспериментальных жилых домах В конце 50-х годов, там в 57-м, 58-м году Ну, там еще трехметровые потолки, кухня 8-9 метров И вообще более и менее человеческие размеры всех помещений Но вот именно вот это давление, значит, делайте дешевле, делайте дешевле, делайте дешевле Ну, в общем, понятно, что стенки становятся тоньше Там изоляции становится меньше Но еще просто сокращаются размеры всех помещений и квартиры в целом Но, значит, что у нас происходит зато? Вот мы подходим к теме среды микрорайонов Среда микрорайона была зато Но вот эта картинка, конечно, не советская Это картинка голландская Вот того времени, когда мы начинаем переходить к индустриальному домостроению И советские архитекторы и планировщики ездят в командировке за границу Знакомятся, значит, с опытом коллег И вот обратите внимание, тут такие очень симпатичные дома Похожие на наши пятиэтажки, но четырехэтажные На Западе считается, что больше четырехэтажей уже необходим лифт У нас тоже сначала начали строить четырехэтажные А потом решили пятиэтажные без лифта Нормально, советский человек заберется Но, посмотрите, дома-то симпатичные Но кроме них, в общем-то, нет ничего Кроме газонов и дорог для подъезда автомобилей Да, мы не видим Нам не считают нужным предъявлять какую-то инфраструктуру Какое-то благоустройство Или вот здесь тоже голландский план жилого района Вы видите, он состоит там из четырех секций Условно их можно назвать микрорайонами Там с начальными школами красные Вот наверху это средняя школа Вообще красные это общественные какие-то здания Общественный центр Торговый центр, бассейн То есть тут есть социальная инфраструктура Но все-таки она довольно минимальна И чередуется с довольно большими площадями Где равномерно расставлены домики Домики, правда, разные Есть повыше, есть пониже С разным размером квартир Справа советский план Ну, ленинградский в данном случае, но не важно Потому что этот принцип действовал Ну, по крайней мере, в теории По всем городам Советского Союза Значит, вот эти вот, все эти дуги и окружности Это радиусы обслуживания Да, потому что, когда есть рынок, он, естественно, заполняет все ниши Так, чтобы люди наиболее удобным образом для себя получали товары и услуги Да, если у вас плановые системы, вы должны заранее предусмотреть Где у вас будет булочная, где у вас будет прачечная Где у вас будут те самые ясли И это все просчитывалось и распределялось по науке Очень равномерно Но также зеленые насаждения, спортивные площадки Детские площадки и так далее Вот эти картинки, они, конечно, относятся к гораздо более раннему периоду То есть это 20-е годы, когда произошло перераспределение собственности и жилплощади И вот здесь мы видим, значит, на картине Петрова-Водкина Как семья комиссара въезжает в одну из комнат бывшей барской квартиры И, ну, понятно, что там гости, но тем не менее Все понимаем, что очень переплотнено жилье И параллельно, поскольку, значит, все пространства внутри домов, они общественные И они используются по максимуму Там очень много всего происходит Очень много всего выносится в пространство между домами И, в частности, очень активно используются дворы Вот на картинке справа мы видим, там закончился какой-то праздник Уже там упали стулья и некоторые люди Там играет оркестр, при этом там кто-то слушает лекцию Играют дети На подобных картинках мы видим там какие-то спортивные занятия и так далее То есть вот обращаются параллельно, да, к западному опыту С его спецификой, которую невозможно полностью принять И к своему советскому Потому что ощущается равно, что слишком мало могут дать людям внутри квартиры Значит, нужно побольше дать снаружи Ну и вот это вообще плакатик 21-го года Да, напоминание о том, что у нас как бы эмансипация женщины По крайней мере, вовлечение женщины в какую-то рабочую ситуацию Произошло уже очень давно, в гораздо большей степени, чем в западных странах Поэтому действительно ясли и столовые жизненно необходимы Ну, это 30-й год, по-моему, плакат ДНК Который как раз показывает вот всю эту структуру Да, то, что жилье никогда не может быть само по себе Оно обязательно должно быть приближено и к производству Связано разными видами общественного транспорта И иметь рядом, да, и клуб, и фабрику, кухню, и спортивные площадки И зеленые пространства И вот эти все принципы постарались интегрировать все районы Которые проектировали и строили на рубеже 50-60-х годов Значит, понятно, что это окраинные районы Естественно, они вытесняли деревни, но деревни оставались и рядом Очень большим благом было то, что рядом была природа То, что ты выходишь из дома и через 5 или 10 минут Ты в лесу можешь жарить шашлыки, играть на гитаре И целоваться с девушкой Что в традиционной вот этой структуре сталинского города невозможно Ты все время под присмотром, ты все время дисциплинирован Там, конечно, гораздо с вами себя чувствуешь И вот, значит, мы доходим до образцовых микрорайонов Ну, это очень известный пример, может быть, вы его видели Девятый микрорайон новых черемушек Который, к счастью, до сих пор сохранился в весьма хорошем виде Там испытывались разные типы домов Разные типы этих самых панелей И вообще, и конструкции, и материалы, и планировки, и так далее Ну, цветная картинка справа Это студенческий проект И мы видим, что он нереалистичен Потому что в советской практике Санузел сблагали не рядом с ванной А рядом с кухней и прихожей Но, тем не менее, мы понимаем Очень маленькая квартирка И просто рай вокруг Вот именно вот этот город-сад Вот если мы посмотрим на генплан Девятого квартала новых черемушек То есть вот такого первого еще Маленького микрорайона И именно того масштаба, о котором говорили голландцы Там, где ты, в общем, более или менее Знаешь всех, кто живет рядом И понимаешь, что То, что может один человек Своим повседневным опытом охватить Вот, и там 14 жилых домов Вот они идут такой полосой вдоль нижнего края Столовая, универмаг, продовольственный магазин АТС, значит, телефоны Там, внутри, это огромное благо Детские ясли, детский сад, школа Хосблок, кинотеатр Стоянки индивидуальных автомашин Это тоже, в общем-то, нововведение Отдельное место, стоянка машин Хотя оно маленькое Даже машин, естественно, мало И трансформаторные подстанции А вот теперь, да Ну и тут вот вы можете посмотреть Что между жилыми домами Прорисованы зеленые насаждения и дорожки А вот на этом плане Элементы благоустройства Вот эти черные кружки большие Это плескательные бассейны Это с запада привели такую, значит, идею Что, ну, детям очень нравится Играть в воде, на жаре хорошо Потом поняли, что невозможно Поддерживать чистую воду Ну и вообще говоря, опасно Вот, значит, отдельно есть площадки Тихого отдыха Детские площадки, они немножко разнесены Чтобы взрослые, которым не нужно В данный момент присматривать за детьми Могли как-то в себя прийти И пообщаться, значит, не под детский крик Спортивные площадки Приближены к комплексу школы и детского сада В вот этих длинненьких черных жилых домах Вот этих пятиэтажечках Там имеются колясочные И в некоторых также хозяйственные помещения Какого-то другого назначения Это тоже еще западный опыт был перенят Автомобильные стоянки Хозяйственные дворы Значит, хозяйственные дворы Это не только там, значит, мусорные баки стоят А там, скажем, вы можете сушить белье или выбивать ковры Знаете, такое было занятие Выбивать ковры Вот, и показаны схемы вывоза мусора И вот черненькие стрелки внутри автокарами И дальше с какой-то единой площадки сбора Уже мусоровозом То есть какие-то маленькие машинки Только могли циркулировать А вообще внутри микрорайона Не должны были ездить машины То есть вы приезжаете с улицы Паркуетесь на краю И дальше только пеший ход Ну вот, к необыкновенному счастью для нас Есть такая машина времени Как снимки разных иностранцев Особенно американцев Вот такого Джона Рэпса Который посетил Советский Союз И довольно много времени провел в Москве В 64-м году Был кодек Хром То есть была хорошая камера Была хорошая пленка Он потом себя в Америке хорошо проявил А теперь это архивы оцифровали И выложили в интернет Общедоступно А наши отечественные источники В основном это вот такие Мутные иллюстрации Из брошюра журналов Иногда бывает получше Но цель была какая Экономить на всем Можно разобрать в чем И достаточно Когда наступит коммунист Тогда будем красиво печатать И вот мы видим Он снимал 9-й и 10-й микрорайон Новый черемушек Я вам пока покажу И вот собственно Как это все функционировало Помимо того Что все продумано Очевидно Очевидно Вот эти вот первые жильцы Образцового микрорайона Были достаточно мотивированы Они воображали себя Как жители вот этого будущего В 64-м году Сохранились еще маркизы Над балконами Вот где вы сейчас Такую видите А законченное строительство Было в 58-м На балконах Есть ящики с цветами Да Сейчас тоже очень редко Мы можем это увидеть в Москве То есть вот то Что было как бы придумано То что собственно И приближало Ну к условно говоря Такому европейскому микрорайону Вот оно какое-то время Так жило Другой микрорайон Это 10-й И вот здесь На зимней фотографии Это советские фотографии Да такие образцовые Видно Ну под снегом Что к дому Такие как бы Полисаднички Примыкали То есть Есть дворы Где единые ландшафты Такие вьющиеся дорожки Да Но при этом Еще есть идея о том Что жителям дома Хочется выращивать цветы Перед своими окнами И вот как-то они защищают Даже отгораживают Не совсем по-модерниски Эти свои Участки Ну понятно Сидение На лавочке У подъезда Традиционное занятие Вот так прекрасно Выглядел Универсальный магазин В этом микрорайоне А вот этот 10-й микрорайон Посмотрите Значит тут Два примечательных элемента Вот мы видим Один из таких Плескательных бассейнов Уже более сложной формы Вообще 10-й микрорайон Был более такой Продвинутый Его построили позже 9-го И он интересный Но его полностью Снесли в 90-е годы И мы видим Вот эту купальню Навес от солнца Разные лавочки А в проекте Мы понимаем Что изображено Я убеждена Что изображено Ровно то же самое место Евгений Аблин Очень известный монументалист Он в частности Один из тех Кто делал Монументальное искусство В дворце пионеров И глухой торец Дома должен был Нести какое-то искусство Я не знаю Что это Фреска Мозаика Явно было рассчитано И вот Если вы посмотрите На цветном рисунке Право Там такой козыречек Вот так Явно Эти же козыречки И там все-таки Что-то Такое Очень простенькое Но тем не менее Какой-то арт там есть И первоначально Предполагалось Что это будут Не просто какие-то Мастера Хозяйственники Хорошие художники Делать Ну по крайней мере Дизайн Эскизы Этого всего То есть Простота архитектуры Да Она Искупается Зеленью Цветами Там Продуманы Очень посадки И вот Такими Художественными Интервенциями Это тоже Один из Эскизов Аблина Ну и Включением Цвета Вон видите Уфорглением балконов А вот Это реальность Но Вот этого Тоже нет Ну понятно Что В результате Это чаще всего Была какая-то Пропаганда Сменные установки И художественное Качество Было очень Невысоким Ну Вот Увы Вся эта идея Конечно Реализовалась Весьма не полностью Вот смотрите Вот это Генплан Десятого квартала Видите Как он сложный Тут Есть Прямые Углы То есть Есть Здания Которые Построены Вдоль магистрали Есть здания Которые Поставлены Перпендикулярно Но есть И диагональные И Ландшафт Весь именно По принципу Такого Английского Пейзажного Парка Сделан И условные Обозначения Я вам прочитаю Вам может быть Не видно Сооружения Вода Плиточное Замощение Бетонные Покрытие Грунтовые Дорожки И песчаные Площадки Асфальтовое Покрытие Деревья И откосы То есть Весьма Весьма Детально Это все Проработано А если читать Комментарии То Территория Жилые Зоны Выделяются Участки При отдельных Группах Жилых Домов Дворы По старой Терминологии Потому что Традиционный Двор Уходит А также Пространство Между этими Группами Это интересно То есть Разные Степени Общности И такой Полуприватности Что ли Одним Из принципов Планировки Является Введение В каждые Из таких Участков С населением 400-700 Человек Обязательного Набора Площадок Отдыха Игровых И хозяйственных Значит Комплект Состоит Из Площадок Для отдыха Взрослых Где размещаются Сканги Столы Для настольных Игр В домино Надо играть Вазы Цветочницы Керамические Вазы Декоративные Скульптуры И т.п. А также Малые формы Типа беседки Теневого навеса Перголы Два Детских Игровых площадок Которые По характеру Оборудований Размером Можно разделить На площадки Для детей Ясельного Возраста До школьников Детей Младшего Школьного Возраста А потом Еще делают И для Тех Кто постарше Здесь Предусмотрены Плескательные Бассейны Фигурные Души Представьте Себя Песочницы Приспособления Для лазми Разной формы Качели Качалки Бумы То есть Бревна Для балансирования Катальные Горки В каждом Из дворов Намечено Устройство Минимум Одной Детской Игровой Площадки Связанной С водой Детям Надо играть С водой Нравится Физкультурных Спортивных Площадок Там Оборудован Хозяйственных Площадок Со стойками Для сушки Белья Проветривания Домашних Вещей Выкалачивания Ковров Пять Площадок Для Мус Разборников Шесть Площадок Для временных Стоянок Инфраструктуры Весьма Детализированные Это Я вам показываю То От чего Они уходили Это Условно говоря Сталинский Двор Который Имеет Замкнутый Периметр Который Имеет Симметричную Композицию И Который Весьма Малофункциональный То есть Там есть Фонтан В котором В общем Ногами Не положено Но кораблики Можно пускать С водой Можно плескаться Но в принципе Там все Рассчитано На то Что все Ведут Весьма Весьма Церемонно Это Детский Садик Середины 50-х Годов Совершенно Прелестный Но тоже Здесь мы Видим Такие Условно Классические Формы Симметрию Какую-то Клумбу Со статуей В центре А вот это Модернистский Детский Садик 60-х Годов То есть Все Пошло В движение Да Что Это Как бы Стимулирует Свободу Самовыражения Способность Ориентироваться В более сложной Ситуации Развивает Воображение И так далее Да То есть И статичные Ситуации Вас переводят В динамичную В самом Маленьком Возрасте И вот Реализованный Сад Это уже Конец 60-й Может быть Даже 70-й Судя по Высоким Домам Одноэтажное Сдание Детских Ездей Сада Совершенно Естественно Меняется Характер Всех Игровых Приспособлений Просто Их Становится Гораздо Больше Они Довольно Условные Да То есть Внедряется Условный Художественный Язык Да Чтобы Отключить Детей Вот От этого Натурализма Привычного И пробудить Их Воображение И Научить Их По-разному Взаимодействовать С объектами Ну вот Такой Детский Сад Снаружи И внутри Значит Да Вот Люди Люди Будущего Вот они С младенчества Собственно Так Так И воспитываются Это Ленинградский Пример Это школа Первый Вариант Проекта Это Там 59-й Год И в начале 60-х Ее построили Две Такие Школы Существуют До сих Пор Это Похожие На Голландские Французские Образцы Но Так же И на Ленинградский Пример Конструктивистка И знаменитая Школа Архитектора Никольского Тоже Такого Павильонного Типа С симметричной Композицией И здесь Что интересно Помимо Того Что здесь Отделены Скажем Младшие Школьники От Средних И старших Классов Вот Для Младшей Школы Вот этот Корпус Уходят Такой Гребенкой По краю У каждого Класса Отдельный Выход На улицу Чтобы дети Могли Там Короткие Уроки Делают По 30 Минут А не по 45 Как для Тех Кто постарше И чтобы Все время Они выходили На улицу Там Резвились Дышали Воздухом И так далее Вот о чем Архитектор Не подумал Это о том Что в классах Будет холодно Естественно Ты не можешь Иметь одно И другое По крайней мере Если у тебя Нет достаточно Совершенных Стеклопакетов Которых Просто еще Не было Ну и так же Вся эта система Вентиляции Ну вот Значит Что еще важно Да Вот эта школа С так сложно Разработанным Участком Тоже Со спортивными Площадками С небольшим Амфитеатром Для выступлений С бассейном В школе Есть и крытый Бассейн И такой актовый зал Он же концертный Все это Работает Не только На саму школу Но и на микрорайон То есть Вне учебные часы Или просто В те часы Когда Скажем Зал не занят Школьниками Он может Использоваться Жителями Окрестными И везде Предусмотрены Отдельные входы Альтернативные Пути передвижения По всему этому Комплексу Да То есть Сложная Пространственная Структура И двойное Использование И по сути Такое Двойное Кодирование Ну Очень Распространились Сложные Детские Площадки Которые Да Вот По-разному Котовят детей К жизни И стимулируют Их воображение Ну и просто Радуют их Да Потому что Должно быть Часть А вот это Часть и взрослых Это я так полагаю Уголок Тихого отдыха Но Шезлонги И Гамаки Мы сейчас Ну только сейчас Последние годы Да После последней волны Благоустройства В некоторых парках Можем встретить Вот мы Как бы дожили До этого момента Тогда Конечно быстро выяснилось Что это То есть вообще Вот идеи Вандала устойчивости Не существовало Да Потому что В предыдущий период Все-таки Была настолько Репрессивная Дисциплинирующая Система Что Ну там Естественно Были вот эти Хулиганы Драки Дворы на дворы Да Но там Где уже у вас есть Клумба И статуя Там никто Не будет их разрушать Потому что Это чревато Весьма серьезными Последствиями Тут уже понимают Что Ну в общем Архитекторы Быстро убедились Что все их Прекрасные нововведения Очень быстренько Ломают даже в тех случаях Когда они Осуществлялись Но Чаще всего Происходило следующее Строители Закончив возведение Жилых домов Снимались И уходили На следующий участок Да То есть Даже вот эту Инфраструктуру Типа школ Детских садов И магазинов И поликлиник Строили уже позже А благоустройство Как бы До него чаще всего Просто не Не доходило Вот за пределами Вот этих Образцовых Экспериментальных Районов Да Практика была такая Кроме того Вот эти Польшие пространства Между домами Они Вызваны Не только Тем Что ну в принципе Пространства довольно много И что хочется Дать свет Воздуху Зелень Но и тем Что Ну нужно было Обеспечить максимальную Свободу Строительной техники Этим же панелевозом И всему этому Чтобы они там Никто не думал Не лавировал Как им перемещаться По стройплощадке Поэтому Вокруг домов Был конечно ужас И вот Часто это благоустраивалось Силами местных школьников Конечно довольно примитивно И вот здесь Вы видите Вот эти два Таких весьма популярных Образа Картина Юрия Пименова Свадьба на Завтрашней улице Вы видите Молодые Идут По доскам Брошенным Посреди какой-то Невероятной Грязи Но Ну может Завтрашняя улица Может действительно Завтра там приедут И устроят благоустройство Но На самом деле Приходилось ждать Очень долго А справа Это кадры Из фильма Москва-черемушки Где тоже Счастливая молодая пара Уже в готовый Как бы микрорайон Заселяется И вот домики Беленькие Хорошенькие Но между ними Явно какая-то Мертвая Мертвая Земля Значит О чем еще Приходилось думать Архитекторам И планировщикам Тех лет Конечно О том Что Меняется Скорость Городской Жизни При таком Увеличении Масштабов Самого города Да Естественно Общественный Транспорт Но и Рост Индивидуального Автомобильного Транспорта Ну как бы Сами Композиции Районов Должны быть Рассчитаны На восприятие На скорости Да То есть Вот эта Динамика Которую мы Наблюдали В планировке Участки детского Сада Она же Должна Присутствовать И в планировке Района И Надо сказать Что Ну понимаете Там сначала Архитектору было Интересно Придумывать Вот эти Минимальные Дома И думать Как их Можно Устроить Но Поскольку Они действительно Типовые Понятно Что серий Было очень много Они все время Модифицировались Но все-таки Быстро Стало скучно Значит Какая Творческая Задача Остается Для архитектора Как расставить Это все На участке И Когда Поняли Что Да Какая-то Возникает Очень уж Однопрасная Среда Значит Стали Стараться Максимально Сохранить Рельеф Максимально Сохранить Ландшафт Как-то Живописно Ставить эти дома Хотя Конечно Учитывали И Ориентацию По сторонам Света Чтобы обеспечить Ну какую-то там Инсоляцию Проветривание И так далее И защиту От сильных Ветров Ну и вот Говоря Об общественном Транспорте Совершенно Такая Отдельная Тема Это Остановки Общественного Транспорта Это Прекрасная Графика Принадлежит Ленинградскому Архитектору Владимиру Васильковскому Он вообще Не особенно Любил модернизм Он такой Вообще Вскоре После этого Вообще Ушел Стал керамикой Заниматься Перестал заниматься Архитектурой Но В Ленинграде Чезвычайно Такая Живучая была Традиция Мир искусств Мир искусств Вот он Еще Вот эту графику Так Модернистки Рисуют Объекты Ну а значит Смотрим На остановку Общественного Транспорта Она совмещена Со справочным Бюро И такое Реально было И даже Я там помню В общем Как довольно Обычную вещь На остановке Общественного Транспорта Справочное бюро Где сидит Тетенька Со всякими Справочниками Вы можете Спросить То что вы Обычно Спрашиваете Гугл Ну Ограниченное Количество Вот И тут же Висят Три Телефонавтомата Три Телефонавтомата Не потому Что у каждого Еще нет Мобильного В кармане А потому Что в квартирах В этих домах Большинство Из них Тоже нет Да Вот это В девятом Микрорайоне Новых Черемушек Сразу Запроектировали АТС Но на то Он значит Образцово Экспериментальный А как правило Телефонизация Происходила Там тоже На 10 15 20 лет Позже Чем были Построены Дома Но Зато Могло быть Очень красиво И действительно Крупные Архитекторы Проектировали Автобусные Остановки Да Еще что важно Что Остановок Общественного Транспорта Было Мало Да Хотя Вот при таком Функциональном Зонировании Города Когда у вас Есть Жилые Районы Есть Производственные Да Понятно Что с очисткой Промышленных Выбросов Дело Еще Остает Очень Плохо Поэтому Как раз Желательно Чтобы они Были Разнесены Друг от Друга На Какое-то Расстояние Значит Люди Ездят Много Транспорта Не хватает И При этом Естественно Вот эти Магистрали Они Должны Тоже Ну Как бы Не нарушать Вот этой Идиллической Среды Микрорайонов То есть Не Не между Группами Микрорайонов А именно На границе Жилых Районов То есть Какой-то Уже Более Крупный Короче говоря Остановок Мало И Очень Занятно Когда ты Читаешь Архитектурную Периодику Тех лет И там Все время Говорят О том Как полезно Человеку Ходить Пешком Вот Как Сейчас Нам все Говорят Вот У вас Шагомер В телефоне Считает Ваши Там 10 тысяч Шагов Вот Там Тоже То есть 20 минут От дома До автобуса Это нормально Да При том Что Рисуют Все эти Дуги Где У вас Там Должно Родился Обслуживание Абсолютно Всем До автобусной Остановки Допустимое Расстояние Это 20 минут Пешего Хода Ну И Все Таки Уже Ближе К 70 Начинают Задумываться О том Как Все Таки Внедрить В городскую Среду Автомобили Понимают Что На поверхности Места Не хватает Это Беляева И Там Уже Планировались И Местами И строились Довольно Крупные Подземные Парковки Но Опять же Был готовый Западный Образец Ничего Особенно Подумать Было Не надо Ну Теперь Я вам Хочу Показать Все-таки Нетиповой Микрорайон Но На самом Деле Калининский Проспект Он же Новый Арбат Он Мыслился Как Жилой Микрорайон Нового Типа И Как Начало Полного Преобразования Центра Москвы Никто Не Собирался Вот Эти Вот Прекрасные Переулочки С Амперными Домиками И Доходными Домами Предреволюционными Сохранять Это все Было Ветхое Жилье Которое Просто Не Успели Заменить По Генплан Тридцать Пятого Года Вот И Вот Это Момент Когда Станет Физически Возможно Приближается Сначала Я покажу Такую Очень романтическую Картину Маслом Достроили Его К Седьмому Году Но Тут Я хочу Показать Что Все Таки Решили Прорубать Новый Арбат Еще По План Тридцать Пятого Года Это До Военные Проекты Как Это Все Должно Было Выглядеть И Пару Домов Таки Построили Скажем На углу С Новинским Бульваром Содом Кольцом Там Стоит Дом Тридцатых Годов А Вот Как Начинают Проектировать Вот Вы Видите Слева Это Рисунок Группы Пасохина Мдаянца А Справа Это Одна Из Иллюстрации К плану Вуазен Ле Корбезье То Еще Они Не Придумали Книжки Они Еще Исходят Из Формы Корбезьянского Крестообразного Небоскреба Слева Кстати На черно-белой Картинке Дом Тридцатых Годов Который Только Что Упоминала И Видно Что Проектируется Не просто Новая Архитектура Не просто Новая Улица А Принципиально Новая Среда С Большим Широким Пешим Променадом И Этот Пеший Променад Еще Насыщен Сервисами На самом деле В этом Проекте Вот Вы видите Между Книжками У них Еще Нет Общего Подиума А Между Ними Стоят Вот Такие Низкие Сундуки Это То Что Потом Переехало На Другую Сторону Улицы Где Был Магазин Всякие Вот И Вот Этот Проект Разрабатывается Разрабатывается И Оказывается Что Эта Улица В принципе Посвящена Какой Потреблению Что Там Все Нижние Этажи Заняты Магазинами Кафе Разными Кафе Да Там И пивными И мороженым И там Кулинарии И ресторан Такой И кафе Ивушка И все Но Что важно Что Вот эти Дома Книжки Должны Были Быть Жилыми Там Должны Быть Дома Для Молодых Семей Квартиры Для Молодых Семей И Подиум Который Объединяет Вот Эту Торговую Часть Он Должен Тоже Было Быть Эксплуатируемым То есть Это Было Такое Двухъярусное Пространство И Весьма Тоже Изобретательно Его Разрабатывали А вот Картинка Справа Это Вообще Вид Со Стороны Арбата Старого То есть В ту Сторону Тоже Должно Было Быть Общественное Пространство У Подножия Книжек Быть Проработано И там Детский Сад Детские Площадки Опять же Приискательный Бассейн Опять же Навесы Для тени И Стоит Городская Мебель Такая Вполне Ну как бы Интерьерного Типа То есть Все Предназначено Для Непринужденного Времепрепровождения Это Рисунки По-моему 62-го Или 63-го Года И Потом Все это Ну не все Ну а вот именно Эту идею Делать книжки Жилыми И Террасу Кровлю Ее эксплуатируемую Ее все Зарубили Из соображений Безопасности Как мы предполагаем Под впечатлением От убийства Президента Кеннеди Решили Значит Не давать Место Для снайперов Где легко Снайперу Спрятаться Но Сама Эта Бесконечная Торговая Галерея Она Осталась И Действительно Возник Совершенно Новый В социалистическом Пространстве Вот тип Времяпрепровождения И тип Пространства Причем Там еще Было замечательное Ландшафтное решение Которое К сожалению Не Не Воссоздали При недавнем Благоустройстве А В нашей Теперешной Капиталистической Решитель Действительности Напихали туда Побольше Всяких Объектов Которые могут Еще Значит Еще можно Потратить Деньги Вот И Такое Еще Новаторское Там было Нововведение Это то Что Параллельно Домам Вот Под линией Магазинов Был грузовой Тоннель И доставка Всех товаров Продуктов Магазинов Рестораны Происходила Под землей Соответственно Это пешеходное Пространство Не пересекалось Грузовиками Вот И вот это Все воспринималось Конечно Москвичами Ну Кто-то из них Был возмущен Конечно С носом Старой Москвы Но Очень многие Радовались Тому Что это Действительно Для них Это был Запад Как бы Да Европа Или Америка Или что-то Ну Какой-то Единый мир Вот Новый Современный Мир И вот Эти вот Решения На самом деле С такими Кубами Витрин Под Верхним Уровнем Магазинов Это Точно Совершенно Скопировано В частности С голландских Торговых Центров Интерьер Магазина Цветы Вот То есть Вот так Это все Проработано Ну Понятно Что Очень эффектно Это все Использовалось Для пропаганды Хотя Ну Вариантов Немного То есть Кроме Надписи СССР Которая Появлялась На 7 ноября И может быть Еще на 9 мая 9 и 1 мая Можно было написать 9 или 1 мая А еще Можно было Написать Дату Наступающего Года На Новый Год Вот Значит И Значит Что Что происходит Что происходит Ну Вот К 67 Году Достраивают Калининский Проспект И тут Значит Приходит Некоторое Отрезрение Да Во-первых Понимать Что они Разрушили Кусок Исторического Города Начинается Вот это Движение За охрану Наследия За То Чтобы Ценить Рядовую Историческую Среду А не только Выдающиеся Памятники Как это Было До того И Также Приходит Осознание Того Что Вот это Массовое Жилое Строительство Что-то Все-таки Очень Какую-то Несовершенную Среду Создает И Все равно Мы Продолжаем Следить За тем Что происходит На Западе А на Западе Уже Критика Модернизма Идет Вовсю Наступает Постмодернизм В частности Сильно Критикуются Вот эти Новые Жилые Районы Перестают Строить Из Железобетона Как-то Гораздо Аккуратнее Начинают Строить Крупные Жилые Комплексы Но На самом деле Что там Кончился Вот этот Период Социал-демократии И Вот этого Общества То есть Там начинает Наступать Такой уже Либеральный Капитализм Который Не поддерживает Слабых И соответственно Все это Приходит В упадок А тут Мы Значит Думаем Так Значит Это все-таки Тоже было Не так Хорошо И Семидесятые Я пропускаю Я вам покажу Немножечко Что Что Восьмидесятые Происходят Вот это Заголовок Доклада Такого Замечательного Архитектора И теоретика Андрея Павловича Гозака Заклад был Опубликован В 1982 Году Вот Видите Называется Что Далось Десятилетие Прямой Атаки На Модернизм Это имеется На Западе И Гозак Который До конца Жизни Был Модернистом Говорил Что Нет Они все-таки Ошибаются В модернизме Еще много Жизненной силы И Те недостатки Которые Очевидно Можно преодолеть Не ударяясь В имитацию Истории В создание Замотных Пространств В приватизацию И так далее Но В 1980 Действительно Меняется Совершенно И язык Первое Что видите Меняется Графический Но также Меняется Совершенно Подход К пространству Вот На этих Картинках Благоустройства Вот Ну из той же Серии Значит Что мы видим Во-первых Пространство Начинает Очень мелко Члениться Да Потому что Кажется Что Если оно Большое Обязательно Будет Неухоженное Это будет Пустырь Там Зарастет Бурьяном Замусорится И так далее Значит Пусть Будет Маленькое Пусть Будет Замощено Потому что Плитку Можно Подмести Помыть А газон Вытопчет Да Вот Соответственно Вся растительность Помещается В какие-то Вазоны В какие-то Конструкции Лавочки И Заборчики Появляются Вокруг Тех Насаждений Которые Все-таки Включены В эту Среду Членят Это Пространство Между Домами На Нечто Соразмерная Комната Да Вот Что Называется Городская Гостиная Вот Этот Образ Который Обычно Относится К Европейским Площадям Вот Он В нашу Жилую Среду Тоже Тоже Переходят Ну Вот Это Образцы Оборудования Для Детских Площадок Это В 80-е Годы Тоже Было Издано И Тут Вот Есть Еще Ракета Да То есть Какой-то Футуристический Образ Но Он Тоже Выглядит Немножечко Таким Архаичным Больше Похоже На Башню Замка И Корабль Это Парусник Да То есть Какие-то Стеризирующие Ассоциации И автомобиль Явно Несовременный И Вот Из дерева Это все Можно делать А там Не из бетона Как очень любили Делать В 60-е В 70-е Годы Вот То есть Обращение К какой-то Так Традиции Вернакуляру Каким-то Историческим Образом Вот Да Вот это Значит Игровые Пространства Должны быть Конечно Не только для детей Но и для взрослых Кроме того Взрослых Очень рекомендуется Вовлекать во всякие игры Собственно Почему Потому что Если их предоставить Самих себе То они будут В лучшем случае Пить пиво А то и водку Да И борьба с алкоголизмом Периодически Она там обострялась И так далее Но вот интересно Что Архитекторы Которые Вот проектировали Такие Значит Странные Приспособления Для балансировки Явно Издеваются От этой задачи Да Что рисуют Там Каких-то Нетрезвых Дяденек Один из них Балансирует Значит Двумя кружками Пива Очевидно А двое других Пытаются Значит Захватить Кевлю Которые Конечно Замещают С собой Бутылку И вот Значит Образцовые Планировки Районных Садов Да Что тут Что тут происходит То есть Насколько Это все Станется Сгущенно Насколько Тут не Оставляется Никакого Пустого Места Потому что Да Там Обязательно Что-нибудь Произойдет Не то И в общем-то Эта Концепция Да Вот Можно Там Говорить Что Постмодернизм Как стиль Вот он Там Умер В 90-е Или В начале 2000-х Вот Но вот Этот подход К тому Что все Должно Быть Чем-то Там Окупировано Что Везде Тебе Должно Быть Предложено Какое-то Занятие Потому что Если Человек Предоставить Самому Себе В свободном Пространстве Он Начнет Позапразничать Вот Это До сих Пор Видимо Такой Мотив Существует Вот Ну И В реальности Это Марьяна По-моему Уже Там Конец 80-х годов Стали Появляться Вот Так Такие Ландшафты С Более Сложной Планировкой Архитектуры Да Вот О чем Я Не Сказала Вначале Значит Из Всего Западного Опыта Который Был Разнообразен Уже К Концу 50-х Мы Взяли Вот Эти Простейшие Параллелепипеды Голландцам Нравилось Строить Простейшие Параллелепипеды Из Такой Протестантской Эстетикой Да А Вообще Во Франции В Англии Строили Какие-то Сложные Мега Структуры Вот Почему Потому что Было важно Как можно Проще Как можно Быстрее Потому Ну Очень Сильно Учитывались Интересы Строителей Да Воле Строителей Важнее Воле Архитектора И то Как Значит К 70-м Годам Архитекторы Завоевывают Себе Право Значит Наконец Они Проектируют Угловые Секции Которые Позволяют Сочленять Корпуса Значит Некую Единую Такую Штуку Вот Потом На протяжении 70-х Происходит Переход От Типовых Домов К Типовым Железобетонным Элементам Создается Такой Единый Каталог Железобетонных Изделий Из которых Потом Уже Можно Как Из там Лего Составлять Разные Композиции Поэтому Архитектура Становится Как бы Более Пространственной Пластически Сложной Но При этом Да Их квартир Конечно Становится Снова Просторнее Но Художественного Качества От этого Не прибавляется А Как еще Это используют Начинают Наращивать Этажи И вот Тут мы Причем Долго Кажется Что Высоко Это Хорошо Само По Себе Вот Когда Устают От Пятиэтажек И девятиэтажек Вот Мы построили Шестнадцатиэтажный Дом Это Очень круто 18-22этажный Сам Непонятно Зачем Но Это Достижение Да Потому Что Это Дает Возможность Ну Как бы Архитекторам Проявить Себя Как-то Отличить Один Район От Другого А В результате Вся Среда Подросла И Начали Складываться Вот Те Проблемы С которыми Мы Имеем Дело Сейчас Ну Вот На этом Я закончу Спасибо